Львица по имени Шейла встретила свое спасение в лице льва по имени Кан. Оба они были спасены сотрудниками Центра спасения и образования дикой природы в Инсинка Экзотикс разницей в несколько месяцев из одного и того же. Учреждение, расположенного в Техасе. Их эксплуатировали на фотосъемках, празднованиях дней рождений и свадьбах, когда животные перестали быть полезными для них. Их отбрасывали в сторону и прекращали заботиться о них, рассказала Задолду Вики Кихи, основатель Инсинк. Лев Кан был спасен в 2009 году в возрасте 6 лет, а Шейла в июле следующего года. О них не заботились должным образом, и поэтому были конфискованы Министерством сельского хозяйства США, Юрэз Дей. Когда они приехали в это учреждение, Кан был в ужасной форме. Конец хвоста был полностью поврежден, и есть вероятность, что лев сам себя погрыз. Кода находился в серьезном стрессе. Ему было очень трудно ходить из-за проблем с костями, которые возникли вследствие недоедания. Несмотря на эти проблемы, он был очень дружелюбным и быстро приспособился к своей новой обстановке. Шейла была на грани смерти. В возрасте чуть более года она была настолько слаба, что даже не могла встать на лапы. Она не могла поднять голову, чтобы попить воды из-за бессилия. В течение нескольких дней после спасения ее рвало без остановки. Министерство сельского хозяйства США сообщило Инсинк, что, скорее всего, львицу придется подвергнуть эвтаназии. В течение двух недель Шейлу кормили вручную. Для нее готовили шарики из фарша и рукой засовывали в горло. Затем была обнаружена новая проблема. Она была заражена токсоплазмозом. Это была основная причина сильной слабости и отсутствия аппетита у львица.